Соединенные Штаты и, конечно, Украина не считают эти выборы законными, и они усложняют принятие предложений со стороны США, сделанных в этом году, относительно размещения миротворцев ООН в сепаратистских регионах. Таким образом, мы все больше отдаляемся от договоренностей в рамках Минских соглашений. Потенциально, это шаг, позволяющий России усилить свое прямое управление данными регионами, что, несомненно, ведет к определенным политическим рискам. И это очередной признак того, что основополагающий компромисс по Минским соглашениям о возвращении сепаратистских регионов под контроль Украины в обмен на децентрализацию сейчас гораздо дальше, чем когда бы то ни было с момента заключения соглашения. Сейчас все стороны заинтересованы в том, чтобы делать вид, что Минские соглашения выполняются, потому что, если признать обратное, мы вернемся к открытому конфликту. Не думаю, что такой сценарий подходит Украине, России, Соединенным Штатам или европейцам. Так что мы продолжим слышать заявления о том, что Минские соглашения все еще действуют и будут выполнены к какой-то неопределенной дате, поскольку альтернатива хуже для всех. Тем временем, так называемые выборы, проведенные Россией в Донецке и Луганске, направлены де-факто и де-юре на изменение политического статуса этих регионов, что в конечном счете приведет к пониманию того, что Минские соглашения потеряют свою актуальность. Эти выборы нелегитимны и противоречат украинскому законодательству и Конституции. Кроме того, они не соответствуют Минским соглашениям. Поэтому их влияние, с одной стороны, нулевое с точки зрения закона, с другой стороны, это показывает, что Россия все дальше отстраняется от выполнения взятых на себя обязательств и, возможно, готовит почву для того, чтобы окончательно заморозить конфликт. И заодно оказать давление на Украину в свете предстоящих в следующем году выборов в Украине. Настоящая опасность этих выборов заключается в том, что они напрямую или косвенно не будут содействовать деэскалации конфликта и еще в меньшей степени дипломатическому решению проблемы. Они могут служить прикрытием для дальнейшей агрессии со стороны России на территории самого Донбасса или в Азовском море. Так что ничего хорошего по итогам этих выборов я не вижу. Единственный выход из сложившейся ситуации заключается в полном исполнении Минских соглашений. Но Россия так и не продемонстрировала готовность выполнять взятые на себя обязательства, постоянно пытаясь ошибочно переложить вину на Украину. И обвинения в адрес Барака Обама в ответственности за аннексию Крыма со стороны президента Трампа отправляют ужасный сигнал, поскольку это исторически неверно. Президент Путин несет ответственность за аннексию. Это было его решение. Российские военные устроили переворот в столице Крыма и незаконно разместили свои силы по всему полуострову, вопреки существующим договоренностям между Россией и Украиной. Поэтому обвинять Обаму значит менять тему. И это не поможет убедить Путина в необходимости найти решение.